Девчонки, привет! Ребята, тоже привет всем! Привет! Сегодня будет еще одно видео из усадьбы Люблино. Сегодня мы с вами идем во дворец Дурасова и посмотрим на его интерьеры. Уникальной исторической территорией современной Москвы является Люблино, местность, впервые упомянутая в документах XVI века под названием Юркино. В 1680-е годы поместьем, изменившим название на Годунова, владела знаменитая фамилия Годуновых. Немного позднее при них, как и при следующих владельцах князьях прозоровских, усадьба стала именоваться Люблино. Около 1800 года Люблино приобрел Николай Алексеевич Дурасов, отставной армейский бригадир и богатый помещик. Для него в 1801-1806 годах архитекторами Казаковым и Годовым был возведен новый усадебный ансамбль, включавший господский дом, здание театральной школы, театра, оранжереи и ряд хозяйственных построек. Госпоподский дом предназначался для увеселений и отдыха в теплое время года. Оригинальное для Москвы и Подмосковья здание дворца имеет в плане сочетание креста и круга. Такая планировка восходит к проектам итальянского зодчего палладио. Венчало здание статуя Аполлона, замененная в начале XX века скульптурой под названием Иркулонянка. В центральной части дома расположен круглый зал высотой в два этажа. Его стены оформлены росписью в технике Кайзаль, благодаря которой рисунок становится похожим на рельефы, колонны и медальоны. Роспись выполнял итальянский художник-декоратор Скотти. Ему уже принадлежит художественное изображение Триумф Венеры на потолке зала. Над входами представлены мифологические сюжеты. Мраморный зал. Формы и размеры зала позволяют предположить, что он предназначался для проведения балов и званых обедов. Тематика последних прослеживается и в росписи потолка пир Вакха на острове Наксос. Стены зала вкрашают десять медальонов, рельефных изображений в круглом обрамлении, посвященном античным богам и героям. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Розовая гостиная. Зал разделен на три части колоннами, облицованными искусственным мрамором. Его оттенок в сочетании с цветом стен дали залу второе название – розовая гостиная. По торцам комнаты с обеих сторон расположена полихромная пейзажная живопись работы Скотти. Предполагают, что она изображает виды Люблино начала XIX века. Над карнизами справа налево от входов размещены четыре живописных панно на темы из античной мифологии. Потолочные своды и рисунок паркета украшены звездами. Из окон комнаты, расположенных напротив входа, открывается вид на Люблинский пруд. Зал предназначался для приема гостей, а также для проведения музыкальных вечеров. Кабинет Экспозиционное решение комнаты – кабинет. В отличие от парадных комнат, он мог быть достаточно скромен и обставлен простой и удобной мебелью. Частыми предметами кабинета являлись книги, бумаги, письменные принадлежности. Комната украшена кабинетной скульптурой в виде гипсового бюста бога Аполлона, что соответствует античной тематике интерьеров дома. Сливать шкафа расположен прибор для измерения атмосферного давления, влажности, температуры в деревянном корпусе, защищающего его от света и случайных ударов. В витринах представлены предметы, рассказывающие об истории усадьбы и ее владельцах – Нурасовых, Писаревых, Головтеевых. Сливать шкафа расположен прибор для измерения атмосферного давления. Сливать шкафа расположен прибор для измерения атмосферного давления. Сливать шкафа расположен прибор для измерения атмосфера в деревянном корпусе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поднимемся на второй этаж, но его я вам не буду показывать подробно. На нем расположена выставка «Жалобы мужа», которую мы с вами подробно уже рассматривали в предыдущем видео из усадьбы. Скажу коротко. Второй этаж – голубая гостиная. Предположительно, была жилой комнатой или комнатами, предназначенными для хозяев усадьбы. Очевидно, второй этаж подвергался перестройке, о чем свидетельствуют воспоминания писателя Ивана Гурьянова, посетившего усадьбу в 1825 году. Как он и писал, отсюда идет лестница в средний этаж, заключающая в себе пять комнат, расположенных также крестом. Дискуссионным остается вопрос об отоплении комнаты второго этажа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если вы по какой-то причине не смотрели это видео с этой выставки, я оставлю ссылку на него в инфобоксе. Обязательно посмотрите, это необыкновенно прекрасно. И, наконец, третий этаж дворца. В настоящее время на третьем этаже располагаются небольшие тематические экспозиции музея. В данный момент это выставка работ молодых художников, студентов и выпускников художественных колледжей и вузов в рамках проекта «350-летие Петра I» на тему «Петр I. Царь-реформатор и его эпоха». Субтитры создавал DimaTorzok Светлый белый зал с нежно-цветочной росписью под самым куполом. Он как раз и стал местом для проведения выставок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 После того, как вы полюбуетесь на интерьере дворца, после того, как вы посетите те выставки, на которых я вам рекомендовала обязательно зайти, у вас есть возможность прогуляться и в парке вдоль пруда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok